СОФЬЯ В ТЕХ АПОСТОЛАХ ЗАКЛЮЧЕНА ХРАНИТЕЛЬ АНИ ЗЕМЛИ НАШЕЙ И ПОКА ОНИ В НАШЕЙ ЗЕМЛЕ ПРЯЧУТСЯ НИ ОДНОЙ ВРАЖЬЕЙ СИЛЕ НАРОД НАШ НЕ ПОБЕДИТЬ НИ КОМУ ТАКАЯ ЛЕГЕНДА ВСЕ, ПРИЕХАЛИ КУНДРИКИ СДРОВИТСЯ! ГРАЖДАНИ, КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РЕШЕНИЕМ РЕВВОЕНСОВЕТА ВЫ ПРИГОВАРИВАЙТЕСЬ К ВЫСШЕЙ МЕРЕ РЕВОЛЮЦИОННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ ВЫПОЛНЯТЬ Бегите, Андрих! Бегите! Огонь! Это же ребёнок, товарищ комиссар! Молчать, это сучи выкормишь! Стрелять, а то вместе с ним в могилу ляжешь! Стрелять! За ним! Мама! Прыгай! Прыгай, сынок! К нам в Несвиш едем! Отвали, а? Чё, не в духе? Я тоже! Интересно? Мама! Пока не в курсе! Двенадцать родивиловских апостолов! Описано во всех европейских каталогах! Древняя работа! Шедевр! А знаешь, я почти нашёл их! Всё понятно! До двенадцатого года, ну, 1700, разумеется, апостолы стояли в замковой часовне! Князь Доминик Радивилл встал на сторону Наполеона! Как он подумает, что императорские солдаты придут грабить его имение? Генрих Штрауб. Родился в семье барона Вильгельма фон Штрауба. Русская ветвь. Родители репрессированы советами. До тринадцати лет жил в Калькутте. Учился в Базеле. Победоносная германская армия при поддержке войск союзников ещё раз доказала своё техническое и моральное превосходство над разобщёнными ордами Советов. Высокий интеллект. Целеустремлён. Слабости. Романтик. Излишне эмоционален. Некоммуникабелен. Скромен. Друзья. Маркус Фогель. Торговец-антиквариатом. Привязанность. Магда Зигель. Соседка. Отлично. Всё сложилось. Приступаем к операциям. Я обожаю мужчин в форме. Генрих. Вы такой молодой. Красивый. По виду настоящий арий. Так почему же вы не в армии? Я пишу диссертацию по словистике. Так что вам сегодня не очень повезло, фролин Магда. Жаль. Такой симпатичный и не солдат вермахта. Передовая германская наука твёрдо стоит на рельсах верного служения Рейху. Исследователь с мировым именем профессор доктор Вагнер очертил перспективы новых открытий перед научной общественностью Берлина. Да. Вот это мужчина. Настоящий воин. Не переживайте, Генрих. Вы тоже в моём вкусе. Вступись, господин мой, в тяжбу стяжущимися со мною. Вступись, господин мой, в тяжбу стяжущимися со мною. Побори борющихся со мною. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей. Да обратятся назад и покроются бесчестием умышляющее мне зло. Да будут они, как прах перед лицом ветра, и ангел да прогонит их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел да преследует их. Как вам фильм? Было скучно. Я небольшая поклонница мелодрам. Разве девушкам не нравятся страсти Купидона? Мила Генрих, мы на пороге великих свершений, в которых слезливым историям, поверьте, нет места. Мужчина в светлом плаще. Поехали. Перехватим их через кварталы. Прошу прощения. Спасибо. Давайте тогда уже и шляпу, мой галантный кавалер. Я похожа на Марлен Дитрих. Не знаю. Марлен еще не приглашала меня на свидание. Война. Немецкие девушки вынуждены быть смелыми. А насколько, это вам еще предстоит узнать, господин Генри Штраубе. Я сейчас. Что я могу вам предложить? Может быть, этот красивый букет? Нет. Пожалуйста. Убили. Помогите. Черт возьми, это не он. Я каринский. Он уже ценой! Ах! И тогда... Пoser. Субтитры сделал DimaTorzok Все в порядке? Поехали! Генрих? Похоже, у меня проблемы огромные. Ты что, ранен что ли? Так, держись, Генрих. Сейчас все сделаем. Здорово, Витя. Привет, Григорий. Алевтина, прошу. Давайте помогу. Сама справлюсь, спасибо. Пойдем. Нормально. Не успела приехать, уже бобры знают. Во-первых, не бобры, а милиция. Следственный отдел Виктор. Так что мне знать положено. Ну, я так понимаю, вы к нам на практику? Давай помогу. Сама справлюсь. А я и не подумала. Из Деканата звонили? Рюкзачок положи. Да нет, бабушка твоя позвонила, попросила тебя встретиться. У нас все просто, по-соседски. Как я понимаю, оркестры и ковровые дорожки не предвидятся. Ваш учитель? Мой. А тебя, я так понимаю, в Минске на Феррари возят? Типа того. Да. Не угораздило же меня на практику в глушь. Тоска тут у вас, как я помню. А из достопримечательностей коровник и сельпо. На дискотеку в сапогах, по последней кахозной моде. Сапоги для рыбалки. А вот насчет того, что у нас тут достопримечательностей нет, так это... Поехали, покажу. Куда? Не Лувр, конечно, но место красивое. Садись. Ох, я в шоке и заинтригована. У вас в городе открылся новый зерноток? Ершистая. Поехали. Двое их было. В штатском. Один шофер, другой и настоящий профи. Ну и что теперь делать? Что делать? Тебе надо уехать. Совсем. Это я тебе советую не как твой куратор, а как более старший и опытный товарищ. Садись, Генрих. И что ты предлагаешь? Ничего себе. Ты же когда он так отстроиться успел? Я помню, в детстве тут бегали, такая разруха была. А сейчас такой красивый. Прям глаз не оторвать. Еще внутри в музее не было. Там знаешь, какая коллекция? Маленький эрмитаж. Да. Интересно, и откуда это такие деньжищи взялись? Внесвеже на все это великолепие. Скинулись по рублю. Шутка. Чего рот раскрыла? А то глушь, глушь. Да в ваш Минск надо было огородами добираться, пока тут протекала светская жизнь всей Европы. Осознала и прониклась. Записываюсь к вам на экскурсию. А почему бы ее нет? Ты же мне нравишься. В смысле, как девушка нравлюсь? Или мы уже на ты? А то. В смысле, как любительница истории нравишься. К бабушке поехали. Я слегка разочарована комплиментом. Но так уж и быть. Благодарной за обещанную экскурсию я научу вас тебя гламурному общению со столичными дамами. Ну, конечно. Мне же, как следователю, прямо это очень пригодится. В общем, пока ты спал, я принял решение поручить тебе очень серьезную и очень ответственную операцию. Это пока твой единственный шанс выжить. Неожиданно как-то. Неожиданно тебя убить хотели. А я подходы к доктору Вагнеру искал целый год. И, между прочим, нашел. И кто он? Доктор Ханс Вагнер. Неутомимый исследователь, охотник за артефактами. Второе лицо в обществе по изучению истории АННРБ. Окультист. Очень умный и очень опасный противник. Ну, и почему ты думаешь, что этот Вагнер обязательно должен взять меня с собой? Я же тебе говорил, что я нашел к нему подход. У меня есть один клиент. Профессор Кляйн. Страстный коллекционер, помешанный на нумизматике. Так вот он, учитель Вагнера. И вряд ли Вагнер откажет профессору взять тебя с собой. В общем, так. Полетишь в Несвиш с Вагнером. Там доктор будет искать свои артефакты, а ты постараешься узнать, что за секретная лаборатория появилась в замке. Это приказ центра. Ну, а пока побудешь у меня несколько недель, пока рано не затянется. Я пойду прилягу. Конечно, Генри, конечно. Конечно. Бабуль, Ну, ты чего? Я же приехала, а ты в слезы. Да, как же приехала ты, если б не практика? Ну, перестань, перестань. Маленькая эта крата. Маленькая, маленькая. Вымахала вон какая. Ну что, небось, кавалеры уже бегают, да? Хватает, только замуж никто не предлагал пока. Ну, чай пьем, да. С пирожками? Да, 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 с пирожками, с пирожками. Класс. Не трогай. Не трогай. Не ты повесила, не тебе ее снимать. Не цацкую-то тебе. Классная штуковина. Откуда? Это не штуковина. Эта ладанка. Мне она от матери моей досталась. Хранить ее надо. И лишний раз руками не трогать. Почему это? Ой, это не твое ученое головое дело. Расскажу тебе когда-нибудь. Посмотрим. Здравствуйте. Вещи я должен за тобой таскать, принцесса. Ну, извини. Да, еще. Забыл сказать. Практику будешь проходить у меня в отделе. Чего смотришь? Так начальство решило. Виктор, проходи чай пить. Спасибо. Слушай, и ты своему начальству передай, что если они Алевтину обидят, то я им быстро хвосты подкручиваю. Бабушка Серафина. Знаешь? Бабуль, ты не сердись. Он добрый. Ведь правда ты добрый? Ну, не знаю. Наверное. Ну, я же говорила. Алло. Да. Слушай, ты можешь не мямлить? Какое дело? Труп. Еду. Чай в следующий раз. Господи. Извините, служба. Ничего себе. Так это я в обмем приехала. Да куда? Ты куда? Практика. Не пущу. Практика завтра. Бабушка. А теперь быстренько за стол. Быстро, я сказала. Садись. Тычку руки убери. Морду бреем. Опять же кто из степки в город собрался? Закрой пасть. Воняет. Ой, какие мы нежные. То, что ты к потаскушке, ты бегаешь. Весь отряд в курсе. Вот ты и попал, сука. Сейчас я с этим презентом от тебя, командиру, пусть он решает, что с тобой делать. Сука, руки он распускает, а? Мало я тебя по малолетке охаживал, сука. Иди умойся, страдалец. Что посмотрим, кто из нас страдалец будет. Знаешь, за рукоприкладство, военное время, расстрел. За такие вещи. Леха, шмель у нас командир жесткий. Маш лоб зеленка, я командир. А я уже тут. Слышу шум. Что случилось? Товарищ командир, вот это меня со всей дури по роже ни за что. Ударил, что ли? Ну, да так. Клопнул для профилактики. Ну, значит, было за что. Сопли подотри, иди умойся. Клопнул для профилактики. Ну, вот хабоска. Где я возьму такие гроши? Пан Иисус. Немцы с двух машин разгружали. Ящики с патронами и минометные мины. Запомнил? А можно еще раз повторить? А что ты будешь после войны делать? Ну, на тебе женюсь, моя кухана. А потом закончу университет. Нет. Нет, я на тебе женюсь сейчас, а университет закончу после войны. Согласна? Угу. Стеша, так не хочется уходить. Мне пора. Ну, отпусти меня, пожалуйста. Ну, отпусти меня, пожалуйста. Тебе не кажется, что этот поганин не еврей? Юда есть? Господа, прошу прощения за моего друга. Вилли Гетлинг слегка перебрал. Еще раз прошу прощения, господа. Всем шнапс за мой счет. За мной. Тебе. По секрету. Как другу, Отто. Скажу. Нет никакого золота. Тут полно евреев. Они уже давно все увезли. Они все переплавили на свои еврейские зубы. Да, очень жаль. Не переживай. Этот вопрос я решу окончательно. Халь хитля! Николь! Николь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Молодому человеку в наследство досталась огромная коллекция. Что вы говорите? Профессор Кляйн. Очень приятно познакомиться. Поверьте, я плачу лучшую цену в Берлине. Как говорите, вас зовут? Хайнрих. Генрих Штраубе. Генрих готов уступить вам все. При условии, что вы составите ему протекцию в знакомстве с его кумиром, доктором Вагнером. Субтитры создавал DimaTorzok Нет. Я не могу. Мой ученик, доктор Вагнер, слишком большая величина теперь. Заманчиво, конечно. Но мне неудобно. Очень жаль. Вы не понимаете. Определенно Ницше был прав. Сверхчеловек существует, и доктор Вагнер на полпути, чтобы стать им. Что? Тише. Вам хорошо. Расслабьтесь. Все звуки становятся приглушенными. Вас ничего не беспокоит. Дед. Ты все молишься, молишься. Кто сапоги делать будет? Так ведь заказчиков не стало, и кожа уже не та. Вот, при Польше была кожа. Всякая. И рыжая, и дьяловая, и замша. А теперь все проходит. А молюсь я, внучка, за победу, и чтобы родителям твоим на фронте уцелеть. Жалко, что я на фронт не успела. О, еще чего. У тебя тут таки фронт, что я потом холодным обливаюсь, коли ты к партизанам бегаешь. А я аккуратно. Немцы моих тропинок не знают. Ты у партизан, как в очи. А ты, дед Язеп, и хушай. Вот так вместе фрится надурим. Ай, боремся с ним. Проклятым. За нами правда, Сталин, партия, и Богородица, заступница наша. КОНЕЦ Руки в город. Тише, тише. Гриша, это же, это же я. Фу. Позже прийти не мог. Чего надо? Слыхал? Что случилось? Там, у костела труп нашли. Мишки, конкурента моего. Докопался кладом. Чего делать-то? Нашли. Омер, значит. Откинулся. Царствие небесное. А с другой стороны, может и хорошо. Что? В больный дьяну он разбогатеть хотел. Все апостолов искал. Меньше грехов, меньше на том свете. Мы-то рецепт. Ну, ты доверишь. Знаешь, его, можно сказать, коллегу убили. А тебе хоть бы хны. А кто сказал, что его убили? Это так же. Есть такое мнение. Слушай, помянуть бы надо. Пеньон завнимаю. Завязывай ты с этим делом, копач. Помрешь. Черти тебя будут на сковородке жарить за пьянку за твою. Хочешь, я тебя от пьянки отмолю. Смотри. Дай, может, возьмешь? Ну, это... Это все Баратеньки. Это Трояк Сигизмунда. Часто встречается. Хлам! Ты мне, ты мне бутылку дай и забирай. Слушай, не выпей, помру же. Ну, да. Сердце у тебя еле справляется. В самом деле, помрешь. Чего тут у тебя? Да шпана обнаружила. Зажигалку в ходу нашли. Полезли дальше, а там... Повреждения есть какие-нибудь? Да нет, нормально. Чистый жмур. Да я его знаю, урод каких мало. Жену, который бил. А, Крошкин, помню. Слушай, так она от него вроде ушла давно уже? Ага, уже пару лет как так. Он все сокровища искал, но вот видно и доискался. Сдохнулся, бедолага. Ну да, может быть и так. Тут от метана народу полегло, мамы не горюй. Говорят, до войны целый пионерский отряд того. Говорят, было. Так что, экспертизу делать не будем? Шутю, что ли? Ты же слюдак. Не, без экспертизы нельзя. Все жмуры только через судмедэксперта. Шучу. Ладно, дай-ка посмотрю. Ну что, нашел чё? Не-не-не, нет ничего, пусто. Так. Отдай. Отдай. Я ж тебе сказала, не трогай. Ба, там, там в саду рыцарь был в доспехах. Блин, нафигеть, дорогая редакция, я теперь вообще не уснул. Померещилась. Уснешь, никуда не денешься. Оказалось тебе. Доктор Вагнер. Прошу. Позвольте вам представить моего молодого, но весьма талантливого коллегу, Генрих Штраубе, специалист по восточнославянским языкам. Ханс Вагнер. Можете называть меня просто доктор Вагнер. Вы не будете против, если я буду говорить с вами по-русски. Это не помешало бы моей практике. У вас замечательный русский. Судя по рекомендации моего педагога, вы отличный молодой человек и очень талантливый. Талант — это такая же ментальная мышца, как и другие физические данные на Бога. Если его не развивать, он атрофируется. Прекрасный афоризм. Рекомендую. Замечательный специалист. Вот вам готовый. Я пойду. Все. Вчера бандиты взорвали ресторан. И кто-то должен за это ответить. Порядок, дисциплина и лояльность. Вот три кита, на которых стоит наше общее Отечество. И мы, немцы, ожидаем от вас прежде всего лояльности. Ваша задача — повиноваться и верно и честно служить вашему новому хозяину. «Ес тут unser леид, dass unter euch, цивилистин, идиотен sind, die denken, dass sie deutsche Behörden belügen können». «Мы очень сожалеем, что среди вас, мирных жителей, есть глупые люди, решившие, что они могут обмануть германские власти». «Они будут наказаны. Мы немцы нежестоки, но справедливые». «Порядок! Есть вещь, чей форма справедливость! Мы будем учить вас «Порядок!» «Знаешь, внучка, по мне так лучше умереть, как герои, чем присмокаться перед ним. Нельзя! теперь у партизан только через нас связь осталась». «Внимание! Готовься! «Отставить!» «Хорошо, можно! Готовься! Огонь! Ничего не могут. Все приходится делать самому. Улыбку старина, Вилли. Тебе будет, что показать своим внукам. Так хорошо? Отлично! Образованный молодой человек в наше время это такая редкость. Нынче в моде штурмовики и оболваненные Геббельсом полные идиоты. А вы, Хайнрих, уникум. Может, по чашке кофе? Здесь недалеко. С удовольствием. Жди здесь. Пока еще умом во мраке он блуждает, но истинный лучом он будет озарен. Сажая деревцо, садовник уже знает, какой цветок и плод с него получит он. Почему вы постоянно оглядываетесь, молодой человек? Вам показалось, доктор. Я просто любуюсь видами Берлина. Вы мне подходите, Хайнрих. Поэтому перейдем сразу к делу. Я хочу показать вам документы, которые я конфисковал в Варшаве. Это наиболее точный и подробный план имения князей Радзивиллов с предлагаемыми картами поместья и схемами помещений замка, скопированный из древнейшей карты 16 века, датированный 1720 году. Меня устраивает ваше знание польского языка. Завтра утром мы летим с вами в экспедицию. Я думаю, это будет интересно. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 кто за всем этим стоит что значит частично не важно вот а то что ты вылетаешь завтра утром не слышь это хорошо я надеюсь на аэродроме у меня проблем не будет не волнуйся я буду рядом а теперь генрих слушай меня внимательно выгрузить оборудование быстро возьмите удостоверение теперь для всех штраубы вы офицеры сдали сделано как настоящий оно и есть настоящее не пугайтесь в официальном списке сотрудников вас нет так будет удобно мне я вы серьезно верите в судьбу судьбу не верят только идиоты аббера и советские шпионы генрих на ваше счастье ни к тем ни другим я не отношусь и это хорошо а что это за камень в центре амулета это кусочек чахьямуни когда-то он прилетел сириусом джентгенскан разделил его на 13 частей тот кто соберет все части воедино будет обладать великим могуществом мало вероятно что кому-то удаст нет генрих нет византинскому императору константину довелось собрать 12 частей он спрятал их не важно где генрих а 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 ну здрасте от вот пришла к вам на практику направление с учеба Ты сюда не садись, вон туда садись, там у тебя стол, стул, бумаги, ручки. Все, что нужно для хорошей работы начинающему юристу. Нет уж, спасибо. Я, пожалуй, начну с дел серьезных. Я тут подумала насчет вчерашнего убийства и… Это хорошо, что ты подумала, Алевтина. Ты знаешь, я тоже подумал и придумал. Надо вначале опыта набраться. Ну, прежде чем стать мисс Марпл. Да ладно. Короче, у меня есть такая версия. А что, если этот ваш убитый… А счеты взяла, что он убитый. Труп может быть и не криминальным. Заруби себе это на носу. Как это? А вот так-то. В этом подземелье до войны целая экскурсия пионеров задохнулась. Ух ты. Не ух, а ох. Так что, барышня, разгребайте. Ну, и что это? Головоломки, ребусы, кроссворды. Мы всем отделом не можем разобраться. Твоя задача – найти и обезвредить этих негодяев. Пострадало около ста детей, не меньше. От кого? От папаш, которые забывают платить элементы. Ислязь. 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 Девушки отдыхают. 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 Считайте, что их сожрали до те огня. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают.